И всем привет! В эфире Гаджет Панда, в руках у меня iPhone 14 Pro. Сегодня мы поговорим про этот гаджет и ответим сразу на несколько вопросов. Вопрос номер один. Что же нового и крутого в iPhone 14 Pro? Вопрос номер два. Действительно ли эта камера существенно лучше, чем у базовых моделей Apple? И самый главный. Вопрос номер три. Кому же все-таки стоит купить этот совсем не дешевый гаджет? Поехали! А пока поставьте лайк авансом. Если видео вам не понравится, просто заберете его назад. Начнем, как обычно, с внешнего вида смартфона. Главным визуальным отличием является наличие островка на экране. Честно, честно, мне это капец как нравится, но об этом чуточку позже. В остальном это все такой же стильный iPhone с прямыми гранями. Думаю, Apple не планирует в ближайшее время уходить от этой фишки. Цвет у меня в руках, что ни на есть самый новый. Deep Purple. Сначала я думал, что он будет слишком ярким, но кому понравится фиолетовый iPhone? Камон! Но, как оказалось, это скорее яркая версия графитового iPhone, только с фиолетовым отливом. В темноте иногда вообще сложно понять, что это за цвет, но выглядит, как по мне, сдержанно и круто. Тут лайк. Диагональ экрана все так же 6,1 дюйм. Говорят, что он стал чуть толще, но визуально на ощупь или весом смартфон не потерпел никаких изменений. Спереди 14 Pro имеет покрытие Keramic Shield, а рамка выполнена из хирургической нержавеющей стали. Теперь давайте обсудим челку, которая превратилась в остров. Сразу хочу заметить, что просмотр видео в полном экране добавил смартфону безрамочности. Потребление видеоконтента стало приятнее, но опять же, тут на вкус и цвет. Кому-то она действительно может мешать. Давайте поподробнее остановимся на главной фишке нового гаджета от Apple. Это Dynamic Island. Купертиновцы умудрились обыграть наличие Face ID, камеры и остальных датчиков. Теперь это не просто вырез, а полноценная интерактивная панель. Кстати, главный инсайдер по Apple Марк Гурман уже подтвердил, что в iPhone 15 все модели получат Dynamic Island. Недолго эта фишка была эксклюзивом Pro-версии. На данный момент она имеет уже несколько десятков анимаций и сценариев применения. Например, вы ставите телефон на зарядку, сворачиваете музыкальное приложение с активной песней, используете Face ID, принимаете вызов, присоединяете гарнитуру, получаете оповещение о низком заряде батареи, включаете беззвучный режим и многое-многое другое. Кстати, то, за что мы любим Apple, интерфейс работает даже при двойной загрузке. Ловите пример. В общем, понравилось ли мне данное нововведение? Да. Является ли это киллер фичи нового айфона? Нет. Стоит ли покупать 14 Pro только ради этой фишки? Точно нет. Давайте поговорим об экране. Спустя столько лет, айфон 14 Pro наконец стал обладателем Always-On Display. Это стало возможно благодаря снижению герцовки с 10 до 1 герца. Лично мое мнение вы знаете. В часах это must-have, в телефоне выпендрешь. Но выглядит круто. Я вообще всегда за новые фишки. Особенно, когда их можно отключить по необходимости. Но давайте разберемся, так ли это сильно влияет на батарею. Черт, еще как. По итогам теста, айфон с функцией Always-On Display и цветным экраном разрядился за 59 часов. Айфон с Always-On Display без цветного экрана за 70 часов. Но спустя 70 часов бездействия у айфона с выключенной функцией Always-On Display осталось еще 70%. Что можно сказать на этот счет? Идете в поход, отрубайте эту функцию. Но если так разобраться, вы заряжаете свой смартфон примерно раз в два дня. Кто-то, судя по комментариям, каждый день. Так вот о чем я. Как по мне, разница не особо будет влиять на смартфон при регулярной эксплуатации телефона. Да и система работает не всегда. Когда айфон уходит в режим фокусирования, Always-On Display отрубается. Когда вы кладете айфон в карман, она также выключается. Так что я не думаю, что стоит отдавать за телефон больше 100к, чтобы экономить несколько процентов батареи на прикольных новинках. Уходить далеко от экрана не будем. Тут по-прежнему OLED-матрица, HDR10+, разрешение экрана 1290 на 2796 точек. И в этом году нам завезли яркость целых 2000 нит. Это на самом деле очень высокий показатель. Но в обычных условиях вы можете поднять яркость только до 1600 нит. Еще 400 прилетают в случае, когда айфон понимает, что вы находитесь под ярким-ярким солнцем. И вам ни хрена не видно. Для этого был улучшен датчик освещенности. Теперь процесс адаптации яркости экрана занимает в два раза меньше времени. Система ProMotion также на месте. Экран поддерживает адаптивную герцовку до 120 Гц. Использование интерфейса происходит максимально плавно и нереально приятно для глаз. Многие игры тоже поддерживают систему, так что опыт использования будет максимально ярким и приятным. Мне лично очень нравится это нововведение. Но в предыдущем поколении Pro-версии оно тоже есть. Имейте в виду. Процессор смартфона тоже не остался без изменений. Bionic A16 не оставляет себе конкурентов. Но, будем честны, в современном мире вряд ли вам сильно пригодятся 5260 очков за многоядерные вычисления по оценке Geekbench. Любой айфон из последних нескольких поколений будет выполнять все задачи. Тянуть игры, да и полностью закрывать ваши потребности. Без проблем. Разницу в скорости работы устройства, конечно, можно заметить. Но нужно использовать оба устройства, чтобы такое было заметно невооруженным глазом. Давайте пробежимся по новинкам смартфона. Первую из которых я бы точно не хотел проверить на себе. Это функция Crash Detection. Она предназначена для обнаружения серьезных автомобильных аварий. Если вы попали в тяжелую аварию и не реагируете на происходящее, ваше устройство Apple сможет автоматически вызвать экстренные службы от вашего имени. Чтобы все это работало, Apple сильно усовершенствовали датчик движения с гироскопом и акселерометр. Функция включена в смартфоне по умолчанию. К слову, я смотрел несколько тестов, и во многих из них система не срабатывала. Надеюсь, все это потому, что воссоздать естественную аварию не так уж и просто. Еще одна новинка, которая выводит собственную безопасность на новый уровень. Только не в России. Это функция спутниковой связи. Черт, да! Теперь вы можете позвонить экстренным службам, даже если у вас не ловит мобильная связь. Для связи смартфон требуется направить в сторону спутников. Это сопровождается соответствующей анимацией, показывающей, куда повернуть айфон. В целом, отзывы о работе функции положительные. Сейчас она доступна в США, Канаде, Франции, Германии, Ирландии и Великобритании. Также можно отправить сообщения, но они отправляются не мгновенно. На это нужно некоторое время, так что айфон потребуется периодически держать в направлении спутника. Узнать об отправке можно по специальной шкале, также она сопровождается вибрацией. Первоначальный текст, который вы отправляете, будет включать в себя анкету экстренной помощи, вашу медицинскую карту, если заполнили заранее в приложении здоровья, и местоположение. Процесс отправки одного сообщения занимает от 3 до 5 минут. Ну и наверное то, ради чего большинство людей обновляет свой айфон из года в год, это камера. Если вы смотрели презентацию, вы помните, что почти половину презентации речь шла только про камеру. Что же тут нового? Посмотрите на графику количества мегапикселей, которые имели айфоны в каждом году. Тут мы видим революционные 12 мегапикселей айфона 6s, которые и по сей день были основополагающими для флагманов Apple. Но в этом году мы получаем 48 мегапиксельный сенсор на камеру. Это на 65% больше, чем имел айфон 12 Pro. Более того, теперь появился двукратный зум. Он достигается за счет кропа обрезки 48 мегапиксельного фото без необходимости подключения телефотообъектива. Объектив оснащается системой оптической стабилизации SensorShift второго поколения и поддерживает новую фишку Photonic Engine для улучшения детализации снимков при недостаточном освещении. Но здесь все не так просто. Заветные 48 мегапикселей мы не увидим в режиме обычной съемки. Эта новинка доступна только при съемке в режиме Pro Raw. Это, конечно, круто, когда можно кропнуть отдельную часть снимка и не потерять качество. Но не забывайте, один кадр в режиме Pro Raw весит около 70 мегабайт. Ну, если у вас версия на терабайт, то вопросов нет. Apple также значительно улучшила фотосъемку при слабом освещении с помощью новой системы камер. И улучшения не ограничиваются только главной камерой. iPhone 14 Pro теперь может делать в три раза лучше фото при слабом освещении со сверхширокоугольной камерой и в два раза с телеобъектива. Это же касается и портретов, которые при разном зуме содержат меньше шумов. Камера по-прежнему очень крутая. Портреты по качеству уже можно сравнить со многими профессиональными камерами. Лично я получаю огромное удовольствие от съемки. Еще одной новинкой стал режим для любителей съемок динамичных роликов. Это Action Mode. Он использует стабилизацию смартфона на полную катушку. Благодаря этому сенсор Shift сводит к нулю практически любые тряски. При этом она выдает съемку в разрешении 2.8К и использует остальное пространство для сохранения плавности картинки. То есть, снимая видео, ваше изображение будет немного обрезано, чтобы обеспечить финальному кадру эффект стабилизатора. Подводя итог по камере. В целом, круто. Сильно ли круче, чем в 13 Pro? Не особо. Лично мне всегда бросается в глаза возможность в 13 Pro и 14 Pro делать крутые портретные кадры. Я считаю, что у этих двух моделей лучшие камеры. Сильно ли они круче камер обычных моделей iPhone? Если вы не искушенный любитель фотографий, то в целом нет. Но если же вы любите делать снимки на свой телефон, тогда разницу вы точно почувствуете. И давайте, не отходя от темы, определимся, стоит ли менять 13 Pro на 14 Pro. Если у вас есть лишние деньги и вам их не жалко, то новинка вас порадует. Всем остальным обладателям тренашек предлагаю подождать. Есть вероятность, что 15 Pro все же будет поинтереснее и киллер фич там будет побольше. И давайте решим, кому же все-таки подходит 14 Pro. Dynamic Island, Always On Display и прочие фишки флагманского телефона станут крутой обновкой, если у вас любой смартфон без приставки Pro. Это, разумеется, лично мое мнение. Но если у вас, к примеру, 11 модель iPhone, вы ощутите колоссальную разницу в опыте использования. Про более ранние модели я даже заикаться не буду. Что касательно iPhone 12 и 13, они очень хороши. Но если вам необходимо что-то большее, берите сразу 14 Pro. Вы не пожалеете точно. Ну, либо попробуйте просто форм-фактор поинтереснее, обновитесь до 14+. Не можете решить, какой все же телефон купить? Смело пишите в комментариях. Я с радостью помогу каждому и отвечу на каждый ваш комментарий. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, жмите колокольчик. И я с радостью, с радостью буду ждать ваших комментариев. И увидимся в следующем видео.